Мы сверлим отверстия для вывода кабеля. Все куски шпатлевки, клея, все падает на эти провода. Просто надо защитить отдельно створку. Таким образом, срок службы теплого пола увеличивается. Заказчик купил сам электрический шкаф. Целых три датчика теплого пола может испортить полностью функциональность данного кабеля. Здравствуйте, друзья! С вами Сергей Саратов. И сегодня я вам покажу кучу лайфхаков и профессиональных секретов, которые мы применяем на своих объектах. Итак, лайфхак номер один. Мы на своих объектах всегда закладываем три датчика теплого пола к нагревательному мату. Потому что именно у нагревательного мата срок службы больше в три раза, чем у одного датчика. А если серьезно, то датчик теплого пола гораздо чаще выходит из строя первым, нежели нагревательный мат. Именно поэтому мы закладываем не один, не два, а целых три датчика теплого пола, чтобы в последующем нашим заказчикам не пришлось пытаться поменять самому этот датчик. И если у вас выходит датчик из строя, вы берете и просто переключаете его на второй. Если второй выходит, переключаете на третий. Таким образом, срок службы теплого пола увеличивается ровно в три раза. Пользуйтесь! Следующий лайфхак заключается в организации рабочего места. Мы на своих объектах с недавних пор начали использовать стеллажи. Стеллаж, он нужен для того, чтобы всегда мастер знал, где у него лежит рулетка, где у него лежит уровень, карандаш, рабочий инструмент. Это намного упрощает работу. Я всегда говорил, что если есть порядок на объекте, значит есть порядок в голове. Наведите порядок в своей голове. А следующий лайфхак подойдет каждому любителю эстетики, каковым я являюсь. Это защита проводов. Если эти провода тем более чистовые, такие как HDMI кабель, аудиокабель, то этот совет будет очень полезен. Объясню, зачем это нужно. В процессе шпаклевания стены, в процессе поклейки обоев, все куски шпатлевки, клея, все падает на эти провода. И, соответственно, потом эти все куски и клей нужно отмывать. Хуже нет. И времени тратится больше. А если тем более еще это попадет в саму начинку штекера, то это вообще смерти подобной может испортить полностью функциональность данного кабеля. Вот почему мы всегда защищаем такие провода. Пользуйтесь. Следующий лайфхак, вернее это даже профессиональный секрет, касается электрики. Мы всегда в группе электроточек к левому краю подводим силовой кабель, а к правому слаботочный. Объясню, зачем это нужно. Всем известный факт, что силовой кабель дает 50-герцовую наводку на слаботочный. Именно поэтому мы располагаем эти кабели на расстоянии не менее 15 сантиметров. Следующий лайфхак касается защиты окон. Как правильно защитить окна мы уже рассказывали, а как супер правильно еще нет. Так вот, многие мастера жалуются, что когда они защитят окно и в помещении очень влажно, они не могут открыть, проветрить и тому подобное. А мы на своих объектах защищаем окна по всем правилам, а именно отдельно створку от окна. У вас окно защищено, все рамы защищены и просто отдельно оклеенная створка. На своих объектах мы всегда так делаем. Тоже так, вот мы окна закрыли, окна теперь не открыть, ничего, ну, стрёмно, влажно, невозможно дышать. А тут просто берешь и открываешь. А следующий лайфхак касается выводов кабеля для полотенцесушителя и для подсветки зеркала. Раньше мы всегда выводили просто кабель без подрозетника. Сейчас мы всегда на своих объектах ставим подрозетник. А что это нам дает и для чего это нужно? Очень просто. После того, как мы уложим плитку, мы сверлим отверстие для вывода кабеля. И при монтаже полотенцесушителя и зеркала у нас будет возможность этот кабель утопить. А вот так это выглядит в чистовом варианте. Вот он провод и вот я его спокойно могу достать. И также спокойно могу убрать. Потом мы просто укоротим провода, а остатки уйдут за плитку. А следующий лайфхак это защита входной двери. Ведь именно к защите входной двери мы относимся с особым вниманием и скрупулезностью. Именно входная дверь терпит на себе самую большую нагрузку за весь процесс ремонта. Это и грузчики, и доставщики, и субподрядчики, и подрядчики субподрядчиков, и другие лица нетрадиционной ориентации. Которые так и норовят нанести непоправимый ущерб и вред данному хрупкому существу. Поэтому с особым вниманием слушайте и запоминайте. Защищать входную дверь необходимо как минимум арголитом. Никакие пленки вам не помогут. Ведь обычной полиэтиленовой пленки недостаточно. Она не сможет защитить вас от механических повреждений. Любая стойка, направляющая, саморез, торчащий из мешка, повредит эту пленку без особого труда. Но за соседей мы не так переживаем, как за своих заказчиков. Поэтому мы защищаем входную дверь как изнутри, так и снаружи. Ну и конечно же, мы не забываем защищать ручки. Как снаружи, так и снутри. Как говорится, чем больше с*** убийц, тем меньше с*** убийц. Именно поэтому мы защищаем входную дверь хорошо. И у нас лиц нетрадиционной сексуальной ориентации нет. Нет пи***сов. Ну просто они не повреждают дверь. Нет пи***сов. Ну а следующий лайфхак касается подоконной части. Если у нее слишком малое расстояние над радиатором. Для того, чтобы заказчик мог опереться на эту подоконную часть, присесть или даже встать. Для этого мы просто ее армируем. И чтобы вы видели, как это выглядит изнутри, мы сейчас вам это покажем. Как вы видите, в качестве арматуры мы использовали шпильку М10. Именно поэтому мы не переживаем за толщину подоконной части и за толщину заказчика. Мы не переживаем. И пусть ваши заказчики тоже не переживают. А следующий лайфхак прост и надежен, как швейцарские часы. Это полиэтиленовая пленка, которой мы защищаем божественную красоту этой инженерной сантехники от пыли и прочей грязи. И это в конце ремонта нам позволяет не тратить несколько часов на очистку этой красоты. Простая полиэтиленовая пленка. Несколько часов. Запомнили? Пользуйтесь, как мы. А следующий лайфхак связан с оштраблением стен и высверливанием подрозетников. А именно, мы всегда работаем по сухой стене. На той стене, где полностью влага из штукатурки уже ушла. Объясню, зачем это нужно и почему мы так делаем. Когда мы работаем с сухой стеной, штукатурка, которая высверливается, она выходит в виде пыли. Она может это делать, потому что она сухая. А мокрая штукатурка в процессе сверления вязнет. И рано или поздно она заклинивает коронку. И инструмент, на который эта коронка надета, начинает вращаться вместо коронки внутри стены. Соответственно, мастера может намотать на этот инструмент. И он будет показывать вот так потом. Ну а если серьезно, этот лайфхак будет полезен каждому здравомыслящему человеку. Просто работайте, как мы, по сухим стенам. И да пребудут с вами целые фаланги. Ну и следующий лайфхак образовался сам собой. На этом объекте заказчик купил сам электрический шкаф. И из-за своего незнания он купил его наружный. А мы взяли и проверили эту стену. И она позволила нам углубить этот шкаф полностью, чтобы он не выпирал. Всегда проверяйте стены перед тем, как монтировать электрический шкаф. Даже если он наружный и его можно встроить. Делайте именно так. Такая установка, самое главное, позволит вам сэкономить пространство. Также избежать лишних пылесборников. Ну и конечно эстетика и красота. А красота спасает мир. Нас спасла и вас спасет. Один из моих любимых лайфхаков это непровисающие люки. Именно эти люки нас избавили от бесчисленных звонков заказчиков с просьбой подрегулировать провисающие люки. А самое главное, монтаж этих люков абсолютно простой. Отверстия в данном люке заготовлены заранее. От нас требуется только закрутить саморезы в каждой из отверстий. Ну и как видите, для установки непровисающего люка нужно совсем немного. А именно, стрелянка, провило с уровнем, шуруповерт, нож, карандаш, рулетка, ну и конечно же средства индивидуальной защиты. Перчатки, очки, ну и конечно же удобная спецодежда. А самое главное, на что я хочу обратить внимание, это на расстояние со стороны подшипника непровисающего люка. Если его не сделать, то вы просто не откроете в последующем люка. Почему он не откроется? Потому что здесь необходимо специальное расстояние для того, чтобы плитка, которая будет на люке, заходила внутрь с последующим еще запилом под 45. А если здесь будет стоять профиль, плитка будет упираться в этот профиль и люк откроется максимум на 25%. Ну в наших люках все равно с нашей инженерной сантехникой дотянуться можно, но не стоит, неудобно. Еще один лайфхак это подиум без бортиков. Там где возможно и позволяет особенности объекта, мы везде делаем подиумы без бортика. Это упрощает работу как мастеру и также дает дополнительное удобство заказчику. Ему не приходится об эти бортики запинаться. Ведь современные перегородки позволяют избежать любого протекания воды за пределы данного подиума. Поэтому там где есть возможность, мы всегда используем подиумы без бортиков. Ну и собственно в последующем укладка мозаики и плитки абсолютно проста. Ну и следующий лайфхак это ниши для бризера. Ведь если мы делаем ниши для радиаторов, то сам бог велел сделать ниши для бризера. Для этого мы берем шаблон и на какие моменты мы обращаем внимание. Чтобы по шаблону как ширину, так и высоту ниши сделать с небольшим запасом. Особенно этот запас необходим сверху. Так как у любого бризера выход воздуха в помещение находится сверху. И для него нужен достаточно большой запас. Также хочу заметить, что размеры ниш бывают разными. И у каждого бризера есть свой шаблон. Эта ниша у нас для стандартного бризера. А эта ниша для нано бризера. Поэтому если есть возможность утопить бризер, мы бризер топим. А сейчас наше профессиональное решение. Это система общедомовой вентиляции, которую мы в свою очередь всегда стараемся шумоизолировать. И самый такой маленький, но очень красивый момент, что мы перестаем использовать перфоленту, обычную металлическую перфоленту. А используем нейлоновые ленты, которые просты в монтаже. А также они исключают повреждения нашей шумоизоляции, общедомовой вентиляции. Во как загнул. Но и перед завершением этого видео хочу сказать, что не все эти крутейшие лайфхаки мы используем давно. Некоторые из них мы используем сравнительно недавно. Ну и на этом у меня на сегодня все. Пользуйтесь этими фишками и лайфхаками. И да пребудут с вами качественные ремонты по всем правилам. А с вами был, как всегда, Сергей Саратов. До новых встреч. До свидания.